Минуточку внимания, хочу представить бизнес моего друга, его бизнес это спортзал в городе Арзамас, найти его можно легко, он находится вот на перекрестке в Арзамасе, недалеко от стадиона и недалеко от банка Арзамаса. Также его можно найти в GPS, 6 раздел, листаем 27 бизнес, вот спортзал качок петушок, здесь вы можете изучить разные стили боя, а именно спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя, самый лучший из них это кунг-фу и удар с локтя, также вы можете драться на ринге на деньги, вход конечно же бесплатный, приходите и тренируйтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, мы сегодня мы играем в кремалочку на серии Мазин Холли Плей, первый серии, мой ник здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации. И так пацаны, сегодня будет очень классная серия, реально, просто специально для вас делаю годный контент, надеюсь вы это оцените лайком как бы, ну и кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Короче, погнали. Кстати, скажу сразу, чтобы не было вопросов там в комментариях, я играю с новым модпаком, но не с полноценным модпаком, а с его мини-версией такой, короче. То, что я вам показал в видео, кто не смотрел видео про модпак, это было всего лишь 50%, модпакер админам не давал полную версию модпака, потому что знал, что ее сольют. Я разговаривал с модпакером, с руководителем, они против моего видео ничего не имеют, как бы им важно найти того, кто слил модпак игрокам, поэтому не нужно там меня засорять в комментариях, что я такой плохой, слил модпак, я ничего не слил, я просто показал половину того, что будет. Я не думаю, что вы сильно расстроились, потому что в группе модпакера постоянно выходили скриншоты с новыми машинами, как бы, грубо говоря, это то же самое. Я не слил модпак, я не оставил ссылку в описании, чтобы вы его скачали и так далее, поэтому нужно бомбить руководство и модпакер, они сказали, что в этом ничего такого нету. Ихняя задача сейчас найти того, кто слил модпак. Итак, что сегодня будет в серии? Короче, пацаны, мы накопили немного бабла, ну как немного, такую нормальную сумму, и я вот решил купить новые машины Фому. Дорогую одну машину и две, ну такие не очень дорогие машины, но тоже хорошие. Сейчас хочу сказать большое спасибо пацанам, сейчас скажу, каким пацанам. Хочу большое просто спасибо сказать вот этим пацанам, которые накидали Баблинского, короче, вот. Особенно Владимир Путбуль, я реально просто много бабок закинул, просто молодец, реально, спасибо ему большое. Я эти деньги потрачу на машины для Фомы, если что, я эти деньги себе не забираю. Мы просто только что собрали все деньги, я не знаю, я посчитал, вроде бы, как нам должно хватить. Поэтому погнали к особняку и будем покупать уже новые машины. Вообще, кейс сейчас лежит 10 миллионов, сейчас я доеду до особняка и продам несколько машин, и по идее нам должно хватить на 3 новые машины. Ну что ж, короче, погнали к особняку. Давайте пока мы едем, расскажу, откуда вообще деньги. Мне подписчик подарил бизнес, это таксопарк в Батырево, но он меня оставил перед выбором, либо деньги, либо бизнес. Я выбрал бизнес, но в итоге я владел ним неделю, как бы получается. И вот я долго думал-думал, продавать его в ГОС или нет, ну потому что никому он не нужен. Батырево таксопарка, это был единственный таксопарк, который куплен вообще на Амазинге первом сервере. И, блин, финки там вообще нету, сейчас вы скриншоты увидите. Как бы, блин, я решил продать его в ГОС, там за него мне дали 3 миллиона 750 тысяч, закинуть в общак и купить новые машины. Пацаны тоже мне помогли, накидали денег просто, за что им очень большое просто спасибо. Реально, очень круто, что вы поддерживаете, потому что, ну, это в ваших интересах, я специально машину для вас покупаю. Что мы сейчас будем покупать, пацаны? Я куплю Фому вот такую вот машину, то есть Ламброгини Хуракан. Я куплю Фому за 10 миллионов и куплю 2 Крузака. Но в новом Модпаке это не Крузаки, а 2, ну, Кадиллаки, короче. Кадиллак Эскалейд, это в новом Модпаке. Так, всё, уже подъезжаем. Фух, это будет, конечно, жёстко. Так, давайте заедем сюда. Давайте, я проеду. Пацаны, вот так, сейчас. Фух, это будет, конечно, жёстко, да. Это будет реально жёстко. Так, F-меню. Так, точнее, давайте залучшим машину. И сейчас купим новые тачки. Блин, что-то у меня здесь FPS, жёстко просто проседает. Я не знаю, с чем это связано, но, блядь, проседает жёстко. Так, для начала нужно заспавнить все машины, управление транспортом, зареспавнить весь транспорт. Всё, так, Ямаха у нас есть, всё есть. Блин, что-то реально мне FPS просел жёстко прям. Я не знаю, первый раз такая хрень. Извиняюсь, пацаны, если будут полагивать на видосе, потому что реально что-то FPS у меня обычно 90, сейчас 70, 60. Поэтому как-то так. Всё, короче, начинаем. Продавать машины. Блин, по идее должно хватить. Так, пишем F-меню. Управление транспортом, список машин. Так, Audi R8. Продать. Так, 4 миллиона 200, хорошо. Так, F-меню. Управление транспортом, список. Так. Продать. Сколько вы хотите? 800 тысяч. Хорошо. Так, вроде бы хватает. Так, управление транспортом, список машин. И ещё одного мы продаём. Так, всё. Теперь у нас получается сколько денег? F-меню. Информация. 15 миллионов 600 тысяч. Так, хватает. Всё, покупаем новые тачки, короче. Так, ну что ж, пишем F-меню. Так, что-то, блин, реально подлагивают очень жёстко. Так, F-меню. Управление транспортом, список. Так, вот надо вместо вот этой тачки купить нам. Получается, да. Так, управление. Так. Вы желаете привезти транспорт? Да. Блин, давно я это не делал на самом деле. Так, далее. Далее. Надо третья страница, по-моему, самая последняя, если я не ошибаюсь. Что-то, блин, реально жёстко подлагивает. Давай, алло, третья страница. Да уж, заебись. Так, вот у нас Lamborghini, короче. 10 миллионов, да, нам стоит? Да, это она, короче. Купить. Нажимаем купить. Так. Первая тачка пошла. Так, список. Ага. Так, теперь нужно купить крузак. Нужно купить крузак. А где у нас крузак? Так, Mitsubishi Lancer. По идее, где-то дальше или нет? Так, Audi S8. Toyota Supra. Cadillac. Блин, а где крузак? Land Cruiser. Что-то я его не вижу, блин. Может, на следующей странице? Так, Land Cruiser. Я же просил, ё-моё, машины не трогать. Зачем? Ладно, хрен с ним. Так, Hyundai, Yamaha, Nissan. Так, ага. Это Evok. Вот, вот крузак. Так, купить один. Появился. Так, F-меню. Всё, ещё надо ещё один купить. Так, список. Ага. Третья страница вроде, да. Так, крузак, да, крузак, крузак, крузак. Так, не будем спешить. Так. Toyota LC. Купить. Всё, пацаны, я купил два крузака. Ну, это два Кадиллака, короче. И купил Lambo. Вот, Lambo. Теперь у нас дорогой, короче, автопарк. Чтобы вы понимали. Вы рады, пацаны? Вы рады, пацаны? Я хоть правильно написал? Всё, купил. Так. Когда стрим? Не знаю. Можно Lambo взять? Да, можно, можно. Так, берите Lambo. Только не нужно за неё драться. Я сейчас уверен, что за неё буду драться. А вот два крузочка. Так. Стой, стой, стой. Никуда не едете на крузаках. Я скрин сделаю. Так, всё, я скриншотик сделал, короче. Блин, это реально очень круто. Просто то, что мы купили эти тачки. Так, давайте я ещё скриншот этой малышки сделаю. Во, заебись вообще. Просто соска, блин. Гу вместе стрим. Я стримить сегодня не буду. Так, давайте посмотрим, сколько у нас там денег осталось. 600 тысяч. Ну, нормально, пока что. Нормально. В следующих планах, пацаны, вместо X5 купить E63. Нам не хватало буквально. Я, кстати, блин. Я думал, будет 16 миллионов 700 тысяч. Но я чуть-чуть ошибся. Поэтому, да. Вот такие вот дела. Я вот думаю, что мы продадим X5. Потому что, ну, всё равно есть два Кадиллака. И вместо X5 купим E63 Фому. Но это будет не скоро. Это, наверное, когда Джонни уже приедет. Потому что, ну, бабок нету. 600 тысяч. А стоит эта радость. А, не, надо ещё 3 ляма. Надо всего лишь. Надо ещё 3 ляма. И всё, в принципе, мы сможем купить. Даже 2,4 надо, короче, чтобы купить E63. E63, возможно, скоро мы его и купим. Так. Не нужно за машины драться. Они общие. Не нужно за машин драться. Они общие, ё-моё. Так, я зашёл в дом. Тут хотя бы у меня FPS 90 держится. А там скачет то 50, то 60, то 70. А в доме нормальный FPS 90 держится. Короче, пацаны. Просто я вкладываю просто все деньги свои. Реально. У меня, вот, смотрите, сколько у меня денег моих. 16 тысяч и всё. Вот смотрите, даже под банк. В банке у меня, пацаны, 0 просто. Я всё вложил. Нужно ещё... Сколько получается? 2. 2,4. И куплю E63. Так. Ура, ура, крузак, он кайфовый. Ну, это да. Видите, пацаны очень рады просто. Так, давайте я вам покажу. Фэйменю. Управление транспорта. Список. Вот, короче, наши машины. 2 ланцера. 2 этих, крузака. Ямаха. Икс пятый. 2 субарика. М5 и 60 и ламборгини, пацаны. Я думаю, это отлично просто. Реально, это очень круто. Сейчас будем копить бабки. Наша прибыль, это бизнес. Он ещё довольно-таки неплохо. Кстати, если хотите, чтобы я вам спалил финку. Семейного бизнеса. Зато обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях. Потому что, блядь. Ну, финка там очень интересная, пацаны. Да. Вы просто реально охуеете, когда увидите, какая там финка. Я лично сам охуел, когда увидел, какая там финка. Просто бизнес уже принёс за... Сколько? 3 дня он... Ну, когда обнову ввели, он начал очень много денег нести. Это, блин, охуенно просто. Реально. Это просто охуенно. Вы просто реально охренеете того, какая там финка. Поэтому, если хотите, чтобы я снял видосик, как я вам покажу финку, то ставьте лайки. Ну, и подписывайтесь на канал. Если хотите к нам фому, то набор с 20 уровня. Если у вас уровень ниже 20, то нужно кидать при приёме, так сказать, вас 100 тысяч в общак. То есть, вы даёте 100 тысяч, я их кидаю в общак. При вас, в принципе, обмана никакого нету. Потому что, ну, 20 уровни это более такие обеспеченные люди, чем там, не знаю, ниже уровней и так далее. Поэтому, мы так сделали. Не знаю, правильно это или неправильно, но думаю, 100 тысяч это не такая уже большая сумма, в принципе. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Посмотрите там видосик про Modpack, кто не смотрел. Ну, и вступайте к нам фому, кто хочет, в принципе. Все контакты будут в описании под видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok